Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать установку и настройку программированного терморегулятора RTC-E91. Он применяется для регулирования температуры в помещении как с помощью теплых полов, так и другого нагревательного оборудования. Этот терморегулятор имеет такой приятный черный дизайн. Также дизайн бывает белый, слоновая кость, серебро и золото. Посмотреть дизайны и заказать терморегулятор вы можете по ссылке в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики по теплым полам. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Терморегулятор может коммутировать нагрузку до 3,5 кВт. Регулирует температуру от 5 до 60 градусов. Температура в помещении для установки терморегулятора должна быть в пределах от минус 5 до 50 градусов. Следует избегать для установки терморегулятора влажных помещений и мест, где возможно попадание брызг воды на терморегулятор. Устанавливается данный терморегулятор легко. Одним движением снимаем рамку, отодвигаем фиксатор и после этого терморегулятор снимается с установочной пластины. Фиксируем установочную пластину к подрозетнику с помощью двух саморезов. Первый, второй. Подключается данный терморегулятор так же, как и другие терморегуляторы. У меня уже на канале есть видео по установке терморегуляторов. Ссылки я оставлю в описании. Разберем особенности подключения данного терморегулятора. Провода фиксируются винтовыми зажимами. При этом первой клейме подключается фаза. Ко второй клейме подключается ноль. К следующим двум клеймам подключается нагревательный элемент. К последним двум клеймам подключается внешний датчик температуры. Все клеймы должны быть хорошо зажаты. Проверьте еще раз правильность подключения. Неправильное подключение может привести к выходу из строя терморегулятора. Собирается данный терморегулятор в обратной последовательности. Ставим терморегулятор на фиксирующую пластину. Смотрим, чтобы все фиксаторы установочной пластины вышли наружу. Прижимаем и фиксируем рамкой. И теперь ставим внешнюю рамку на место. Терморегулятор имеет большой сенсорный экран с подсветкой. Снизу находится встроенный датчик температурой окружающего воздуха. Терморегуляторы. Этот датчик подключен по умолчанию. Если вы хотите терморегулятор использовать для теплого пола, то в настройках этот датчик нужно сменить на внешний. Как это сделать, я объясню позже. При первом подключении терморегулятора, он находится в ручном режиме. Об этом говорит знак в виде ладони на дисплее. В этом режиме регулятор поддерживает долгое время заданную температуру. Сверху отображается температура датчика. Снизу отображается значение температуры, которое контролируется терморегулятором. Если температура датчика ниже, то включается обогрев. При превышении выключает. Поддерживаемую температуру можно регулировать кнопками вверх-вниз. При включении обогрев включается и загорается вот такой вот значок. Сейчас уменьшаем температуру. Поддерживаемая температура становится ниже температуры окружающей среды и терморегулятор выключает обогрев. Если кнопки вверх-вниз удерживать некоторое время, то включается блокировка клавиатуры и загорается такой значок в виде замка. Опять удерживаем некоторое время эти клавиши вверх-вниз и у нас блокировка отключается. Включить и выключить терморегулятор можно вот этой кнопкой, удерживая несколько секунд. Вот мы выключили терморегулятор. Вот мы его включили. Прежде чем включить программный режим, нужно настроить часы. Для этого нажимаем на несколько секунд кнопку часы. И у нас включился режим регулирования настроек времени. С помощью кнопок вверх-вниз мы можем подрегулировать время. Так, нажимаем опять часы. Вот сейчас настраиваем часы. Дальше жмем опять часы. Настраиваем день недели. У меня сейчас суббота. Вот шестой день недели. Нажимаем часы, чтобы запомнить это время. Терморегулятор содержит аккумулятор. Поэтому сохраняются показания часов и настройки терморегулятора при отключении электричества. Для перехода в программный режим нажимаем эту книжку. Вот мы переключились в программный режим и у нас высвечиваются часики. При этом внизу циферблата начало отображаться как время, так и температура, которая запрограммирована в данный момент. Терморегулятор регулирует температуру в режиме недельного цикла. По умолчанию стоит режим 5 плюс 2, то есть отдельно настраивается 5 будних дней и 2 выходных. Можно установить режимы 6 плюс 1, 7 плюс 0, но об них поговорим позже. В будние дни настраиваются в 6 временных промежутков со своими настройками температуры, а выходные 2 временных промежутка. В инструкции приведен пример работы терморегулятора в программном режиме. Тут приведен комфортный и экономичный режим температуры, первая и вторая колонка. Но вы можете их настроить под себя. Для этого длительное время удерживаем книжку и переходим в режим программирования. То есть у нас получается настроено в 6.00 мы поднимаемся, это оставляем. Нажимаем книжку и смотрим, что в это время у нас настроен 25 градусов. В это время терморегулятор будет поддерживать 25 градусов. Нажимаем книжку. В 8 утра мы уходим на работу, нажимаем книжку. После того как мы ушли на работу, у нас будет поддерживаться температура 15 градусов. Нажимаем книжку. В 12.00, мы приходим с работы. Нажимаем книжку. Когда мы приходим с работы на обед у нас терморегулятор поддерживает температуру 20 градусов. Мы можем эту температуру поднять. Вот мы настроили 25 градусов. Нажимаем книжку. В 13.00 мы уходим на работу. Нажимаем книжку. Пока мы будем продолжать работать, у нас терморегулятор будет поддерживать температуру 15 градусов. Нажимаем книжку. В 17.00 мы приходим с работы. Нажимаем. У нас терморегулятор будет поддерживать температуру 22 градуса. При желании мы можем поднять до 25. Нажимаем книжку. В 23.00 мы ложимся спать. Нажимаем. Ночью, пока мы будем спать, будет поддерживаться температура 15 градусов. Нажимаем книжку. И следующим этапом мы настраиваем работу терморегулятора в выходные дни. В 8.00 мы поднимаемся. Нажимаем книжку. У нас днем будет поддерживаться температура 22 градуса. При желании мы можем его поменять. Нажимаем книжку. В 23.00 мы ложимся спать. И ночью у нас поддерживается 15 градусов. Нажимаем книжку. И опять идет недельный цикл. Мы можем опять настраивать будние дни. Нажимаем выключение. И мы запомнили программные настройки. Вот мы под себя терморегулятор настроили. Если нам нужна другая температура во время программного режима, мы можем кнопками вверх-вниз подрегулировать эту температуру. Это называется режим комфорта. И он отображается двумя значками на дисплее. Это часы и ладонь. Это значение температуры будет действовать до начала следующего временного интервала программы терморегулятора. Чтобы получить больше возможностей от терморегулятора, нужно перейти в режим расширенной настройки. Для этого выключаем терморегулятор и включаем его с нажатой книжкой. Вот мы перешли к расширенным настройкам. Первым пунктом мы можем подрегулировать показания датчика температуры, если это необходимо. Нажимаем книжку. Вторым пунктом выбираем датчик. По умолчанию у нас стоит встроенный датчик. Мы можем включить внешний датчик или включить оба датчика сразу. Если мы включили оба датчика, то регулировка идет по встроенному датчику. Но если температура внешнего датчика превышает температуру отсечки, то терморегулятор отключает обогрев. Температуру отсечки мы настроим следующим пунктом. Для работы с электрическим теплым полом я рекомендую включать внешний датчик OUT. Третий пункт температура отсечки для теплого пола по внешнему датчику. При включенных обоих датчиках терморегулятор отключится, если температура внешнего датчика теплого пола превысит это значение. Нажимаем книжку. Это шаг регулирования температуры. Я его значение не меняю. Пятый пункт включения режима антизамерзания. По умолчанию он выключен. Что будет при его включении? Если температура в помещении уменьшится меньше 5 градусов, то терморегулятор включит теплый пол, даже если терморегулятор выключен. И затем терморегулятор будет поддерживать температуру и ниже 5 градусов. Выключаем режим антизамерзания. Нажимаем книжку. Шестой пункт. Это переключение количества рабочих и выходных дней. По умолчанию это 5 рабочих и 2 выходных. Мы можем сейчас сделать 6 рабочих и один выходной. Мы можем сделать все 7 дней будут рабочими. Если включим режим офф, то программный режим отключается. Седьмой и восьмой пункт у нас не используется. Девятый пункт. Мы можем поднять верхний предел регулировки терморегулятора до 90 градусов. Если это необходимо, то я предпочитаю оставить 50 градусов. Так как в режиме больше 50 градусов у меня терморегулятор работать не будет. Нажимаем следующий. Это сброс на заводские настройки. Нажимаем отключить. Этим действием мы запомнили наши расширенные настройки. Делаем выводы. Данный терморегулятор полезен, когда твой график жизни вкладывается в недельный режим. И данный график почти не меняется. При смене графика или включаешь регулятор в ручной режим или его перепрограммируешь. Также можно воспользоваться режимом комфорта. В следующих видео я расскажу о других премудростях электрики. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Свои вопросы и свой опыт работы с этим терморегулятором пишите в комментариях. До встречи в новых и старых видео.